А не стали ли самыми украинцы заложниками вот этого очарования Европой, всеми европейскими органами? Думаю, что стали. Смотрите, я думаю, что Европа это очень хорошо на самом деле. У Европы есть свои проблемы, но Европа это европейский дух. Украине, конечно, стоит стремиться проникнуться этим духом, но обмана много по отношению к Украине. Мы-то выходили на Майдан за ассоциацией, за тем, что нас примут в Европейский Союз, но нас не собираются туда принимать. Давайте правду скажем. Нас не собираются брать в НАТО. За нашей спиной возятся с России, заигрывают, строят газопроводы и так далее. Но если нас так обманывают, ну будем сами. Мы самодостаточная, нормальная страна, мы и сами можем. Точно самодостаточная? Украина? Сколько без нас решается вопросов, которые нас касаются? Скоро будет проходить саммит G20 в Японии, где должен встретиться Трамп и Путин. Я думаю, что у нас появился шанс быть субъектом, а не объектом. Я думаю, он появился с избранием президента Зеленского. И я надеюсь, что мощной силой зайдет в парламент партия «Сила и честь» Игоря Смешко. И тогда Игорь Смешко войдет в коалицию с партией Владимира Зеленского «Слуга народа» и станет премьер-министром. Вот если будет этот сплав двух независимых людей, молодого, яркого, целеустремленного Зеленского и умудренного опытом мощного Смешко, то для страны это будет идеально. Да, вот по партиям мы еще поговорим. Тут как раз интересно, какая должна быть международная дипломатия относительно и Европы, относительно и России, и других международных договоренностей, которые у нас есть. Должна ли меняться политика? Потому что вот Климщина, Климкищина, как называют так, шутя, та политика, которая проводилась в последние пять лет, она очень сильно критикуется как раз за какую-то бездейственность и без отсутствия каких-то результатов. Знаете, дипломатия на самом деле не отличается от нашей повседневной жизни. Давайте представлять себе не страны, а людей. Ну люди, представьте. У них же есть свои взаимоотношения, у них есть свои понятия. Нельзя обманывать, нельзя подводить, нельзя нарушать слово. Если тебя обманывают, если подводят, если слово нарушают, дают и потом назад берут, не выполняют обязательств. Ну как с таким человеком обходиться? Точно так же и с странами. Я считаю, что Украина должна понять, наконец, что не надо ждать манны небесной ниоткуда. Во-первых, никто не придет нас защищать. Мы это уже поняли. И это логично. Почему американцы должны приезжать сюда и умирать, быть убитыми за Донбасс? Это нелогично. Поэтому Украине надо опереться на себя. Украина может опереться на себя. У нас огромное количество интеллекта, много интеллекта, много сил, много индустриальных возможностей. У нас какие умники и умницы выходят из Украины, разъезжаются. Посмотрите, Цукерберг, украинские корни, Ян Кум, вообще человек продал продукт свой интеллектуальный за 19 миллиардов. Он жил тут, в Киеве и в Фастове, на Нивках жил. Они все отсюда. У нас есть возможности. Надо только увидеть свет в конце тоннеля. Вот я надеюсь на Зеленского, надеюсь на Смешко, я на этих двух людей надеюсь. На старых ни на кого не надеюсь. Мы их уже видели. Пусть идут, отдыхают. Пусть идут.